У меня сегодня такое достаточно быстрое будет массивное сообщение, потому что, когда тебе дают доклад на тему «Лучшее» и в мировых публикациях, то, например, на ASCO.GU в этом году было порядка 53 публикаций. И вот мне их еще честно нужно будет как-то уместить в 15 минут, но я облегчила себе немножко задачу. Я расскажу о трех самых значимых публикациях, которые были представлены на ASCO.GU, и четырех публикациях, которые опубликованы в международных цитируемых журналах, которые я вам крайне рекомендую прочитать. Итак, искусственный интеллект в области онкоурологии. В принципе, искусственный интеллект сейчас является мейнстримом во многих областях медицины, и онкоурология и лечение уротелиального рака не является исключением. И, в частности, клиническое исследование по проведению комбинированной неодевантной терапии, а именно сочетание гемцитабинцесплатин с четырьмя введениями неволумаба перед радикальной цистектомией. В частности, в рамках данного клинического исследования после проведения неодевантного лечения оценивался клинический ответ на проводимую лекарственную терапию, и затем выполнялась цистектомия. Роль искусственного интеллекта уделялась в плане оценки морфологических изменений, которые возникали на фоне проведенного лечения. Стоит отметить, что при проведении данного комбинированного лечения отмечено уменьшение стадии заболевания порядка 65%, уменьшение стадии заболевания менее Т-инситут и ТН0 составило 49 случаев, то есть патоморфологический ответ мы видели в 50% случаев. От срочки хирургического лечения не наблюдалось, то есть при такой комбинированной терапии не увеличился срок до проведения радикальной цистектомии. Роль искусственному интеллекту родилась на то, что искусственный интеллект обучался тем изменениям, которые находились при оценке морфологического ответа по сочетанию стромального опухолевого компонента, а также изменению соотношения ядерноклеточных изменений. После того, как искусственный интеллект программа была обучена, далее она была протестирована 363 образца из атласа генома человека. По анализу изменений, которые возникают на фоне неодевантного лечения. И таким образом были выделены две группы больных, которые имеют высокий риск рецидива в ближайшее время после выполнения такого комбинированного лечения. Мы видим, что в данном исследовании BLAST-1 прогностическое значение искусственного интеллекта для определения риска смерти составило 82% предсказательное. И, в частности, Шельпа Гупта говорит о том, что впервые прогностическая значимость искусственного интеллекта была продемонстрирована на достаточно таком высоком уровне, порядка 80%. Следующее исследование – это исследование Амбассадор применения одевантной терапии, чекпоинт-ингибиторов после радикальной цистектомии. Мы знаем, что существует сложность для лечения больных, которые получили предшествующую неодевантную терапию, химиотерапию, и затем последующую цистектомию, поскольку для таких пациентов не регламентировано назначение одевантной химиотерапии. Кроме того, есть ряд работ, которые в одевантном лечении чекпоинт-ингибиторы не продемонстрировали своего значения. И поэтому в этом плане крайне привлекательны данные, которые были получены по пембролизумаму. Напомню, что это включались пациенты с мышечно-инвазивным уротелиальным раком, в том числе и рак верхних отделах мочевыводящей системы. Радикальное лечение проводилось в объеме цистектомии, нефроуротеректомии или уретеректомии. Разрешалось проведение неодевантной химиотерапии, цисплотинсодержащей на неодевантном режиме. Далее пациенты распределялись на две подгруппы лечения. Это проведение терапии пембролизумабом до одного года, либо наблюдением. И планировалось рандомизировать 734 больных. Однако рандомизация была остановлена в 2021 году, когда FDA одобрила показания для одевантного лечения препаратом неволумаб. В рамках данного клинического исследования стоит отметить, что общую мировую тенденцию и тенденцию, которую мы видим в нашей клинической практике, это увеличение числа больных, которые получают неодевантное лечение. В рамках данного исследования неодевантная химиотерапия была проведена порядка 65% пациентов. При этом при PDL-типировании опухоли PDL-позитивные были в 60% случаев, и у каждого пятого пациента выявлялся уротериальный рак верхних мочевыводящих путей. Что мы видим? При оценке показателей безрецидивной выживаемости пембролизумаб значимо увеличивал, точнее снижал риск последующего рецидива заболевания в период наблюдения 22 месяца на 31%, и медиана безрецидивной выживаемости была в два раза выше в подгруппе больных, которые получали пембролизумаб. К сожалению, пембролизумаб в адъювантном режиме не снижал риск смерти, и по данным анализа подгруппового также не было продемонстрировано эффективности пембролизумаба в адъювантном режиме для показателей общей выживаемости. Исследователи это связывают с тем, что в ближайший период, когда наступал рецидив уротериального рака, большинство пациентов из-под группы наблюдения в последующем получали терапию ингибиторами контрольных точек. С другой стороны, была подчеркнута значимость влияния в адъювантном режиме именно иммунопрепаратов на снижение безрецидивной выживаемости и по первичной конечной точке данное исследование является позитивным. Еще одно исследование, АВЕНОНС, применение авилумаба в реальной клинической практике. Впервые об этом исследовании заговорили осенью 2023 года на конгрессе ЭСМА, и когда обсуждалась роль поддерживающей иммунотерапии авилумаба у пациентов с редкими подтипами уротериального рака, в рамках данного клинического исследования наблюдательного было продемонстрировано, что значимости, какой гистологический подтип будет в последующем получать поддерживающую терапию авилумабом, разницы продемонстрировано не было ни для показателей общей выживаемости, ни для показателей беспрогрессивной выживаемости. И уже в этом году исследователи проанализировали, какое же лечение в дальнейшем пациенты получают, если на фоне поддерживающей терапии у них возникает рецидив. И в рамках данного клинического исследования из наблюдательной реальной клинической практики 71% в последующем во второй линии получил химиотерапию. Кроме того, 19% получили конегаты моноклональных антител. И что же мы видим? Если взять показатели общей выживаемости от момента начала терапии авилумабом в поддерживающем режиме и затем при последующем прогрессировании и назначении конъюгатов моноклональных антител медиана общей выживаемости для этих пациентов составила 31 месяц. И практически в два раза ниже химиотерапия с назначением, то есть реиндукцией препаратами платины. Любая другая терапия, химиотерапия имела крайне низкие показатели общей выживаемости. Если мы возьмем пациентов, которые получали изначально химиотерапию и затем уже поддерживающую терапию, и затем во второй линии они получили конъюгаты моноклональных антител, то для этих больных медиана общей выживаемости составила более 40 месяцев, чего мы ранее не видели на других препаратах. Из исследований, которые я крайне рекомендую вам прочитать, ознакомиться в ближайшее время, это четыре работы. Прежде всего, это хирургическая работа, которая касается лимфоденектомии. Да, по-прежнему остается острым вопрос, какой объем лимфодиссекции необходимо проводить пациентам при радикальной цистектомии. Мы знакомы с предшествующими исследованиями, которые закреплены в клинических рекомендациях. Это исследование ЛЕЭ, которое сравнивало стандартную расширенную и супер расширенную лимфоденектомии выше уровня бифрукации аорты до нижней брюжеечной артерии. В рамках предшествующих исследований пятилетняя беспрогрессивная выживаемость для пациентов с неметастатическим процессом благодаря супер расширенной лимфоденектомии увеличилась на 15%. Однако в рамках предшествующих этих исследований не включались больные, которые получали неодевантную химиотерапию, и поэтому как изменится показатель выживаемости для больных, которые получали неодевантное лечение, на сегодняшний день у нас нет. И, собственно, в рамках исследования, которое представил профессор Альберто Бриганти, исследование СВОК-1011, в рамках этого исследования анализировалась стандартная лимфоденектомия и расширенная лимфоденектомия. 300 пациентов в первой подгруппе и 292 больных во второй подгруппе с последующим проведением одевантного лечения. Что же мы видим? В рамках данного анализа порядка 70% были пациенты со стадии заболевания Т2. В стадии заболевания Т3-Т4 приходилось порядка 30%. Однако стоит отметить, что в нижней части слайда, когда мы видим показатели нижним красным квадратом, то, что выделено, вне зависимости, какой объем лимфодисекции выполнялся пациенту, частота выявления стадии N1 и N2 между группами не отличалась. Посмотрим на нижнюю часть правой стороны данного слайда. Мы видим, что, да, безусловно, расширенная лимфоденектомия удаляет большее число лимфатических узлов – 24 против 30 удаленных лимфоузлов. Однако, если сравнить частоту позитивных лимфатических узлов, то стандартная лимфоденектомия по числу удаленных позитивных лимфатических узлов не уступила расширенной лимфоденектомии. Безусловно, были оценены показатели выживаемости. И что же мы видим? Что безрецидивная выживаемость и общая выживаемость, вне зависимости от того, какой объем лимфоденектомии был выполнен, она не отличалась между группами. Однако, при анализе послеоперационных осложнений было установлено, что 30-дневная и 90-дневная смертность в группе выполнения более расширенной лимфоденектомии была значимо выше. И в рамках обсуждения данного клинического исследования исследователи ставят вопрос о том, какую необходимо выполнять лимфоденектомию при различных гистологических подтипах уротелиального рака, поскольку данный вопрос на сегодняшний момент не решен. А также неясно до конца, какой объем лимфоденектомии нужно выполнять в случае радикальной циститомии при немышечно-инвазивном раке мочевого пузыря. В случае, если мы имеем место с мышечно-инвазивным уротелиальным раком, то, безусловно, объем хирургического лечения должен сопровождаться как минимум билатеральной стандартной тазовой лимфоденектомии. Следующая работа, которая была опубликована в этом году, это отдаленные результаты исследования АМВИГР-010, а именно применение отезолизумаба в адъювантном режиме. Мы знаем, что первично данное клиническое исследование было негативным, поскольку отезолизумаб в адъюванте не показал своих преимуществ в сравнении с подгруппой наблюдения. Однако в рамках данного клинического исследования был поданализ, который сопровождался анализом циркулирующей ДНК у пациентов, которые перенесли радикальную цистектомию. В рамках предшествующих клинических исследований мы знаем, что не всегда после радикальной цистектомии и даже то, что мы макроскопически видим, что как бы удаленный опухолевый процесс все равно присутствуют в организме у пациента циркулирующие ДНК. И в рамках данного исследования был выполнен поданализ. Мы видим, что в нижней части форестплот, что те пациенты, у которых на момент назначения адъювантной терапии отезолизумаба перед первым циклом, если у них был выявлен позитивный циркулирующий опухолевый ДНК, то для этих пациентов значимо был высший риск по показателям и общей выживаемости, и безрецидивной выживаемости. Кроме того, при подгрупповом анализе в зависимости от циркулирующей опухолевой ДНК и назначения отезолизумаба в адъювантном режиме было продемонстрировано значимое снижение риска смертности. Еще следующая работа – это исследование ПАУ-ТРАЙЛ, финальный анализ в отношении адъювантной химиотерапии для пациентов с уротелиальным раком верхних мочеводящих путей. В рамках первичного анализа профессор Биртл из Великобритании были продемонстрированы увеличения выживаемости без прогрессирования, безрецидивной выживаемости для пациентов, которые получали в адъювантном режиме цисплатин или карбоплатин. При этом безрецидивная выживаемость для этих больных составила в первичном анализе 72%. И буквально недели две назад было обсуждение в онкоурологическом чате в России, стоит ли, например, проводить адъювантную терапию при уротелиальном раке и при стадии заболевания Т2. И на этот вопрос нам прекрасно отвечает данное клиническое исследование, которое говорит о том, что при стадии Т2 значимого влияния в адъювантном режиме химиотерапии продемонстрировано не было. Таким образом, проведение адъювантной терапии закрепляется только за стадии заболевания Т3-Т4. И заключительное исследование, о котором я хотела бы рассказать, возможно, это исследование подчеркнет, что не до конца мы все знаем про то, как пациенты отвечают на терапию чекпоинт ингибиторами. Это использование прогностической шкалы ГЛАСГОЛ. Она основана на том, что на поиске тех мартеров, которые достаточно доступны в практике, которые можно легко протестировать. И самое главное, что они дешевые, то есть экономически целесообразны для определения чувствительности к последующей иммунотерапии. Что мы видим? В левой части графика, где форост плод, два исследования – это АМВИГР-210 и АМВИГР-211. Это исследования, в которых во второй линии изучался препарат отезолизумаб после предшествующей прогрессии на предшествующих линиях лекарственной терапии. И данная шкала основана на определении достаточно простых элементов. Это цирреактивный белок и альбумин. И если у пациента наблюдается дисбаланс, то есть гипопротеиномия, и при этом выражены нарушения в продукции цирреактивного белка, то в правой части графика эти пациенты, зелёная строка, имеют гораздо низкие показатели и безрецидивной выживаемости, и общей выживаемости. Таким образом, на сегодняшний день, я ещё раз скажу, подчёркивается актуальность того, что идёт поиск тех доступных предикторов, которые нам могут подсказать при выборе дальнейшей лекарственной терапии. Спасибо. Спасибо большое.